Привет дорогие друзья! Небольшой обзорчик на кабель-канал для ЧПУ станка. Кто с ними не сталкивался хочу показать нюансы. Каждый кабель-канал имеет с двух сторон ой чуть не уронил с двух сторон имеет вот такое место для крепления к станку. Под винты и саморезы. Оно установлено в моем случае это кабель-канал 15 на 50. Для оси Z стоит поуже брать 40-30. 15 на 50 это у него получается внутренний размер. Общая ширина кабель-канала 60 и высота 19 миллиметров. А внутри его размер 15 на 50. Некоторые продавцы продают отдельно вот эти вот для крепления. Ухо проушина, как ее правильно назвать. Оно может фиксироваться в нескольких положениях. Здесь для фиксации предусмотрены вот такие вот проушины. По две на каждую сторону. Вы можете его зафиксировать как ровно, так как под углом. Также вы можете и перевернуть ее обратной стороной. Вот как в моем случае. Вот получается. Я ее перевернул, прикрепил. Но вы можете и не покупать. Давайте я сейчас зафиксирую. Давайте под углом зафиксируем ее. Все есть. В смысле это вот так можете его прикрепить. Вот так он будет работать. Можете и не покупать. У меня разборной. Вот разбирается он. Сегмент можно перевернуть. Но тогда он, если в правильно скрепленном состоянии, сегменты сгибаются. Если вы его переворачиваете, то он не сгибается. Но точно так же вы можете в нем засверлить отверстие и крепить к станку. Сейчас давайте попробуем вместе под углом фиксируется он или нет. Под углом его зафиксировать нельзя. Да, нет возможности, потому что радиус большой. Еще одно применение именно элементом, если у вас остались. Например, как у меня остался. Вы можете их использовать как фиксаторы для проводов. Крепите к станку. Можете закладывать туда точно так же провода. Ссылка на кабель-канал, такой как у меня, где я покупал на этого продавца с Алиэкспресс, будет в описании. А там можете еще посмотреть другие. Если понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok